В стране продолжается всероссийская штабная тренировка служб гражданской обороны. Сегодня якутские газовики отработали внештатную ситуацию на газоперерабатывающем заводе. За учениями наблюдал Виталий Абрамов. По легенде учения, в результате взрыва на газонаполнительной станции завода начался пожар и произошло частичное обрушение здания. Поднятые по тревоге объектовое аварийно-спасательное формирование эвакуируют персонал, в том числе и из-под завалов. Недавно мы начали тренироваться с этими инструментами. Гидравлические ножницы, бензорез. А так обучались, три года уже подряд мы обучались до этого, ну, чтобы работать с инструментами и медицинами. В итоге все пострадавшие благополучно эвакуированы и переданы медикам. Звено ГДЗС начинает свою работу. Параллельно с этим ведется удержание огня от дальнейшего распространения по заводу до прибытия основных сил из города. Все работники отнеслись к данному мероприятию добросовестно, значит, можно сказать, с чувством своего долга, выполнили поставленные задачи. Нарушений никаких, ни дисциплины, ни то, что там, ни знания, такого показано не было. Вы все тоже присутствовали, видели, что даже у нас женщины могут пользоваться первичными средствами пожаротушения, огнетушителями и потушить любой пожар. И также они могут оказать помощь пострадавшему, это сделать искусственное дыхание. Таким образом, объектовая аварийно-спасательная часть показала высокую готовность к возникновению возможных ЧАЭС и справилась с поставленной задачей. Всероссийская тренировка по гражданской обороне продолжается. Это Леобрамов Андрей Секретов, НЛКСХ.